Во славу русского оружия. Так называется выставка, открывшаяся в Ярославле. В экспозиции собраны раритеты нескольких войн, начиная от винтовки Мосина до современных модификаций автомата Калашникова. Познакомиться с вооружением Красной Армии и Третьего Рейха можно будет до конца июня. На выставке в числе первых побывала моя коллега Марина Смараг-2. Хромированный, гламурный автомат Калашникова. Безусловно, это выставочный образец. Один из залов экспозиционеры отвели самому известному оружейнику мира. Более 100 тысяч экземпляров АК гуляют по планете. Он изображен в государственном гербе 17 стран мира. Коллекционер Иосиф Батарашвили был лично знаком с изобретателем. Он настолько был удивлен, что в городе, говорит, в Ярославле, город неоружение, не традиции, человек собрал весь модельный ряд, то, что я изобрел. И в знак признания он мне подарил книгу с дарственной надписью. «Гремя огнем, сверкая блеском стали» – эти строки из предвоенной песни про танкистов. Оружие, собранное на выставке, относятся к разным эпохам. Кому не знаком пулемет «Максим», товарищ Сухов и комдив Чапаев из фильмов, да и другие киногерои имели дело с муляжами. Здесь все настоящее, только приведенное в состояние, в котором ружье на стене никогда не выстрелит. На плакате «Родина-мать зовет» изображены штыки-винтовки Мосина. Вот они в витринах и портрет их создателя. Пистолет-пулемет Шпагина солдаты окрестили папашей. У меня не столько тяга к самому оружию, столько история вокруг него, потому что через призму оружия можно столько многого интересного узнать о конструкторе, о времени, о событиях. Вальтеры, наганы, шмастеры, браунинги – все эти смертоносные изобретения носят имена своих создателей. В витринах собрано и вооружение Третьего рейха. На военных плакатах бойцы сжимают оружие, ставшее оружием победы. Как показала история, к железу и патронам нужна еще духовная сила. У советского солдата она оказалась крепче. Всего в коллекции более ста единиц. Это труд 15 лет собирательства. Выставку коллекционер посвятил памяти своего деда. Сведения о нем растворились в дымке прошедшей войны. Марина Смарагна, Максим Сушанов.